Гипноз Гипнотерапия является клинически доказанным методом работы с людьми, одним из вариантов психотерапии. Каждая из методик различна и имеет свои преимущества. Введением в гипноз занимаются профессионалы, имеющие специальное образование. В методике погружения нет маятников, тикающих метрономов, как это обычно показывают в фильмах. Есть лишь набор слов, интонаций и несколько упорядоченных прикосновений гипнотерапевта по отношению к клиенту. Иногда гипноз бывает весьма забавный. Может, на него встать, он даже не почувствует ничего. Свердый, не сгибаемый. Полный, свердый, не сгибаемый. Хорошо. Показательные сеансы дают понять, что гипноз – это приятно, иногда даже весело. Но главная цель терапии в том, чтобы глубинно решать проблемы людей. Страхи, фобии, психосоматические расстройства – они основаны, в первую очередь, на выстроившихся когда-то давно условных рефлексах. То есть то, о чем писал Павлов еще когда-то. Введя человека в гипноз, можно напрямую работать с подсознанием и найти проблему, из-за которой он на протяжении всей жизни, например, боится пауков или собак. Можем посмотреть, что же в действительности таким образом повлияло на человека. Обычно это какие-то детские события, которые мозг просто привязал к этим рефлексам. И, соответственно, человек стал испытывать их постоянно. Метод погружения в прошлое называют регрессивным гипнозом. Чтобы ликвидировать психотравму, необходимо заново пережить ту стрессовую ситуацию, которая и породила волнующую проблему. А чтобы методика сработала, гипнотерапевт должен пройти длительный курс обучения. Закончил по образованию медицинский университет по факультет лечебного дела. Затем учился в ординатуре по психиатрии, специализации по психотерапии и специализации по наркологии. Во время учебы в университете Кирилл стал работать в психиатрической больнице. В течение того времени, пока учился в ординатуре, соответственно, работал тоже в психиатрической больнице уже врачом-ординатором. После этого я работал в наркологическом диспансере в течение трёх с лишним лет. В рязанском диспансере Кирилл Сычёв занимался лечением зависимостей, затем стал психотерапевтом. Одновременно с этим непрерывно повышал свою квалификацию. Он учился в Москве, Санкт-Петербурге, Англии. Он учился в Личфорде, Джеймс Трипп, это преподаватель, у него курс называется «Gypnosis without trance», то есть гипноз без транса. Не могу сказать, что я узнал там что-то сверхъестественно новое, но было интересно пообщаться с коллегами именно на Западе, которые занимаются той же темой, теми же проблемами, что и я. Сегодня Кирилл владеет различными видами психотерапии, но среди прочих выделяет гипноз. Гипнотерапевт позволяет клиенту окунуться в прошлое, прогуляться по закоулкам своего бессознательного и найти то событие, которое стало причиной возникновения проблемы. Кстати, именно гипноз стал наиболее популярным видом психотерапии в России за последние 10 лет. Мы формируем новый условный рефлекс, то есть если опять привести пример с собакой, например, которая тревожит человека, и он не может пройти мимо собаки, то есть у него есть условный рефлекс. Вижу собаку, испытываю страх. Когда мы редактируем опыт, у него строится новая, можно сказать, нейронная цепочка, новый рефлекс. Вижу собаку, чувствую себя хорошо, спокойно, приятно. Можно даже сделать, чтобы он испытывал радость, когда встречался с собаками. Нет никакой мистики, просто новый условный рефлекс. Для этого есть два пути – гипноз и обычная психотерапия. Когнитивно-поведенческая терапия – это самая главная терапия, психотерапия вообще в мире. Это единственная признанная в России психотерапия, официально признанная в России медициной. В Америке, например, в Европе является официальная она и как раз гипнотерапия. Всё, что касается психоанализа и так далее, это всё не относится, никак не имеет доказательной клинической базы. И тут у человека есть выбор – несколько сеансов психотерапии или один-два гипнотерапии. Перед началом второй Кирилл всегда проводит беседу о мифах и страхах, касающихся гипноза. Из-за барьера предубеждения погрузиться так глубоко, как нужно, не получится. Первый страх – это я не выйду из гипноза. Ни одного не было случая за всю историю гипноза. Гипноз имеет огромную историю, когда кто-то из этого состояния не вышел. То есть, ну, действительно, наверное, было бы где-то в научных источниках это описано. Нет, такого не бывает. Второе, что, например, если меня не выведут из этого состояния, что-то случится, например, с доктором, с терапевтом, человек в течение 5-15 минут адаптируется к тому, что с ним никто не общается, что его никуда не направляют и, соответственно, выплывет наверх и вернёт в своё обычное нормальное состояние. И, конечно, страх зомбирования. Нет воли человека, терапевт не забирает. Ничего ему не внушает. Научно доказано, что люди с сильной волей лучше поддаются гипнозу. Например, спортсмены. Ещё одним мифом является то, что человек, находясь в гипнозе, отключается от реальности. На самом деле он просто более расслаблен. Ни на что не похоже такое. Когда сознательно пытаешься вспомнить фрагменты из детства, то достаточно сложно. А здесь отпускаешься. Я не представляю, какая я была в 9 лет, какой вообще это класс, где я должна оказаться. То есть сознательно это не проконтролировать. Ну, конечно. А здесь вам просто всплывает какая-то картинка, и всё. Пережив болезненный опыт заново с высоты прожитых лет, человек спустя несколько часов сеанса гипноза выходит в мир буквально обновлённым. Суть, да, заключается терапия, гипнотерапия регрессивная, да, что мы сразу всё проверяем. То есть мы не говорим человеку, что он почувствует себя лучше через 2 месяца, там, может быть, через 3. Нет, мы проверяем сразу. Мы делаем тест буквально сразу после приёма. Если человек, например, боялся высоты, мы отправляем его на колесо обозрения. В этот же момент человек узнаёт, какой процент страха в нём остался. Часто бывает, что одного сеанса достаточно для того, чтобы убрать фобию. Главное в первые дни продолжать проверять себя на свой страх. Например, почаще смотреть с высоты или заглядывать на колесо обозрения. Тогда мозг привыкнет позитивно реагировать, и новый рефлекс укрепится. Я даже иногда, когда работаю с людьми с какими-нибудь фобиями, например, социофобиями, мне интересно, мы идём, например, вместе с клиентом в какой-нибудь торговый центр, и он там ходит, смотрит, как он себя чувствует. Да, это здорово. Что касается обычной психотерапии, то после первых сеансов человек может почувствовать себя лучше. Но укрепление приходит со временем. Ему приходится ежедневно самому преодолевать страхи. Очевидно, методики разные. И сам Кирилл для большего эффекта применяет внедрение психотерапии в гипноз. Сейчас он ведёт работу на частной основе, не так давно прекратил деятельность в наркологическом диспансере. На вопрос, который мучает многих людей, можно ли с помощью гипноза бросить курить, Кирилл отвечает регулярно. Да, курить можно бросить. Единственное, у курения обычно есть очень много вторичной выгоды. То есть это как раз замещающее поведение. У зависимости может оказаться не одна, а несколько причин. Человек закуривает обиду, страхи, злость, всё что угодно. Нужно найти первопричину и заново пережить её, как описывалось выше. Можно закуривать, да, огромное количество чувств на самом деле. То есть часто бывает, что одна симптоматика может зависеть, например, от нескольких чувств человека, ну, тягостных чувств человека, которые он испытывает. Ну вот, и когда курильщики приходят и говорят, я хочу за пять минут, там, за один сеанс бросить курить навсегда, но это маловероятно. То есть кодированием от курения и так далее я не занимаюсь, считаю это, ну, вредительством. У человека, бросающего курить, должна быть мотивация. Устал от бронхита, мешает отдышка, начались проблемы со здоровьем. Если же человек хочет бросить сигареты, а по-другому расслабляться не умеет, тут и клиенту, и терапевту придётся работать много и усердно. Гипноз сработает и в сфере психосоматики, при неврозах, аллергии, наркомании, тревожных расстройствах, телесной и эмоциональной скованности, и даже является средством анестезии в стоматологии. Меня пригласили принимать, помогать с гипнотерапией онкобольных в Москве. Вот. Затем мы работаем периодически с зубными врачами, со стоматологами, да, например, в случаях, когда люди, ну, боятся обезболивания, например, или когда обезболивание не может быть возможно, да, то есть есть аллергии, например, на какие-то виды обезболивающих. Гипноз безгранично повышает человеческие возможности. Его можно использовать для поднятия духа и настроения, и даже для выхода из депрессии. И напоследок еще одна шутка, показывающая, насколько безграничное подсознание. В этой кружке находится простая вода. Я превращу эту воду в кофе. Не люблю кофе. Не любишь кофе. А тебе его и не надо будет пить. Ты не любишь кофе, да, но я просто хочу, чтобы ты посмотрела, кофе это на самом деле, да, или что-то другое, да. И сейчас я говорю раз, два, три, угу, и превращаю в кофе. Да, хорошо. Да, попробуй, да, попробуй немножечко. Не нравится, да? Не нравится. Чем пахнет-то? Кофе. Кофе. Как говорит сам Кирилл, главная цель, которую он ставит перед собой, это помочь как можно большему количеству людей, чтобы на выходе они получали то, за чем пришли. Именно для этого он продолжает учиться и вести научную деятельность, которая связана с психологией и психотерапией. Редактор субтитров А.Семкин